Переходим к следующей главе. Фу, какой мерзопак сны дяденька у нас тут. Это Димовент, что ли? Наверное, да. Как-то он выглядит так не очень противный какой-то. Сейчас мы узнаем, насколько он противный на самом деле. Но сначала выясним, что тут у крестьян. Того и гляди самого императора с трона погоните. А говорят, будто война мужское дело. Ну, увы, мы задали, ваше величество. Того и гляди самого императора с трона погоните. Ну, посмотрим насчет императора. Я там хотела с кем-то поговорить, давайте поговорим. Что у нас тут Рейнард нам расскажет. Я хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы были так милостивы. О чем ты? Я была милостива. Это правда. А теперь я расстроена, зла и мне больно. Ты обидел меня, Рейнард? Чертовски обидел. Не знаю, что тут еще сказать. Давай не будем к этому возвращаться. Это какой-то старый разговор, который я когда-то пропустила, видимо. Как пожелаете, госпожа. Война подходит к концу. Что ты собираешься делать дальше, Рейнард? Что прикажете, ваше величество? Эх. О-о-о, какие варианты у нас тут объявились. Сказать ему или не сказать. Вообще, мне больше Гаскон нравился. Чисто... Ну, этот какой-то маленько... Как пыльным мешком стукнутый, честное слово. Так. Не будем ему говорить. Мне пора. А? Что на этот раз? А война подходит к концу? Тебя так и не убили. К сожалению. Что? Почему? Ну, что значит, почему? Я выжил. Опять. Вот. Обустраивай заново свои земли, прекрасная королева. Радуйся жизни. Я и мои люди должны отправляться дальше. О, нет. Вы хотите лишить меня этих... ...людей. А в Ривии и Ривии никому нет дела до вашего прошлого и ваших грехов. Оставайтесь тут. А что потом? Что мы скажем предкам, когда придет время? Женщина? Я хочу сидеть и пить мед за одним столом с ними. И потому должен уйти. Будь здоров, Арньор. Так. О чем у нас тут Райла призадумалась? Война подходит к концу? Что теперь? Подходит к концу война с Нильфгардом. Но другие еще идут. А у этой одно на уме. О чем ты говоришь? В лесах все еще прячутся остатки Банска и Таэлей. Да, но я слышала, что они отступают, идут на восток. Почему бы просто не дать ему... А, чтобы они набрались сил? Ну уж нет. Нужно их добить, пока это возможно. Раздавить, как червей. Райла. Когда-то ведь нужно сказать, хватит. Остановиться. Да, завязывай уже с этим. Я остановлюсь, когда лягу в могилу. Не раньше. Вот те с тем чуваком по пути. Мне пора. Поговорим позже. Так, все. Никто больше мне ничего не хочет сказать. Ладно. Гляну карту. Так, вот так сделаю. Ну и, собственно, пошли дальше. Всем отрядам, всем солдатам на службе Невгарской империи. Настоящим приказываю безотлагательно направиться в крепость Альдерсберг. Оборона этого замка имеет ключевое значение для планируемого контрнаступления. Невыполнение настоящего распоряжения будет караться с особой строгостью. Герцог Радаляй Абдаги, Великий Канцер, бла-бла-бла. Так, что тут у нас происходит? Так, что тут у нас происходит. Даже враждебно. Но после многих недель борьбы, плечом к плечу, они снова увидели в нем своего. Внезапно от начала колонны до Мэвы донеслись звуки боли. Крики, газ к железу. Замкнуть ряды! Усилить левый фланг! Мэва доставала оружие и пустила коня голодом по обучению. Только через некоторое время она наконец увидела, с кем столкнулись эти солдаты. Вахтыли, сверкали золотые солнца. Так, мы наткнулись на остатки мельгардцев. Мэва вытащила меч, но не бросилась в самую гущую битву, как когда-то. Ее беспокоили старые раны и незалеченные травмы. А кроме того, довольно она уже пролила крови. Довольно она уже пролила крови. Мэва не могла дождаться дня, когда наконец сменит позолоченный латный нагрудник на платье и сядет не всего, а на трон. Сюжетная битва, короткий бой. Сомневаюсь я, что мечтала все же на платье. Петронина, да ладно. Короткий, короткий, короткий. Сбегите с поля, когда уничтожат дружественный отряд. Усильте этот отряд на 8 и добавьте ему фейкость, после того, как на поле порой появятся дружественные отряды. Так, эти убегут. Интересно. А мне оно надо, чтобы они убежали или нет? Я даже не знаю. Давайте, давайте. Я, блин, забыла способность поменять, потому что она мне сейчас, мне кажется, не очень нужна. Ладно, мы что-то сделаем. Давайте сразу этих уберем, что ли. Или пусть сейчас стоят пока. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что тут будет у нас происходить. 101, 102, 103. Так, от этого надо избавляться срочно. Лирия! Так, и сбежали. Вот так. Так, берем вот этого, заменим его на кого-нибудь. Кого-нибудь вот такого. И что ли, что ли, что ли. Вот такого. Хочешь знать, откуда у меня эти шрабы? Король должен принимать трудное решение. 152, 154. Опять картошка. О, да. Так, а ты что делаешь? Ага. Ладно. А ты получал когда-нибудь камни по зубам. Все бывает когда-то в первый раз. Так, ну и все, что сейчас бежит. Надо было сразу сон поставить. Ну ладно. Вроде успеваю я еще и воспользоваться. Хотя не знаю, понадобится он или нет. Я не знаю. Так, ну и все. Какой-то я попал. Какой-то я не знаю. Не знаю. сейчас будет больно берегите головы держи кажется я сейчас собственного сына уничтожил ну да что же поделать в чем смысл я не понимаю в чем тут смысл дисциплина принесет нам победу да не сомневаюсь какой-то странный бой одни беглецы так и чё дальше чё снова на фронт не знаю в чем тут смысл был мельгарцы обычно организованы и полные решимости этот раз быстро сдались и бежали это лишившийся командира дезертиры отрапортовал разведчик они шли на юг сторону границы пленники сидели на пыльной дороге мэва остановилась возле одного из них он давно не брился грязную повязку на его руке облепили муки при виде королевы солдат опустил голову он дрожал от страха звук звенящих кандалов и летающих мук очень способствует тому чтобы даже без сопровождающей движущейся картинки все это представить я знаю что вы держите нас за дикарей сказала мэва оглядывая тощих имперцев но не бойтесь мы не сдерем с ваш шкуры и не сварим живьем когда я подпишу мирный договор то отправлю вас по домам и надеюсь что уж на этот раз вы там и останетесь королева села на коня с трудом сдерживая гримасу на бедрах у нее были ссадины руки были изранены поводьями закусив губу она подплеснула коня цель была уже близко я был в альдерсберге перед его сдачей а теперь я его отобью другие короли могли бы у вас поучиться ваше величество это мы должны были помочь лире а вышли я был в альдерсберге перед ю так ваше величество лодка на которой не в гард сплавляли награбленная разбилась обыки моста может мы можем выловить добычу но имейте ввиду что течение там исключительно сильно что повышает риск потери да давайте так сделаем ну чё а чё я тут не починилась ну ладно добавилось вон там зато так здесь вот пойти сюда нет никак а сюда нет а с какой стороны он оттуда оттуда отсюда нет нет ясно значит с другой стороны пойдем не забыть только еще раз попробую на всякий случай нет ну на нет и сюда нет сюда заглянем госпожа как видите жители айдерно делают все возможное чтобы восстановить разрушенные хозяйства но им не хватает строительных материалов они спрашивают не можете ли вы отдать им немного древесины в обмен на добро найденное в окрестно на окрестно в полях сражения кого же ваше решение да что я так понимаю деньги мне за этим и были нужны чтобы они тут повосстанавливали собственно свои дома и все прочее так добрая мать привела вас к победе нельгарцы прогневали богов слишком много было в них гордыни слишком мало смирения весь север благодарит вас госпожа а вы благодарите богу нельгарцы прогневали новое кладбище одно из многих большинство могил безымянной наверное умерших не удалось опознать солдаты просят чтобы мы зажгли свечи в их память согласитесь да пока что есть возможность так вы че ничего просто стоите тут хорошо когда мэва слушала доклад одного из лазутчиков до нее донеслись крики из кибитов заключенными спустя мгновение королева наблюдала чудовищную картину мельгардские пленные которым еще недавно она была милосердна лежали среди палаток жестоко убитые проклятье прошептала королева глядя на окровавленные тела преступление совершили крестьяне из каменоломни вороньем яру которых мэва приняла вреды своей армии боль и страдания причиненные нельгардцами были все еще свежи в памяти рибийцев они не могли стерпеть того что их мучители избегнут кары и потому решили сами с ними расправиться пусть даже против королевской воли это звери а не люди кричали бывшие рибийские крестьяне с оружием в руках они это заслужили по делам мэва знала что должна наказать тех кто устроил самосуд но в итоге предоставила решать судьбу виновных их командирам невзирая на протесты советников она уже устала делать выбор из двух сол ясно сами разбирайтесь тут со своими война близится к концу черный удирает поджав хвосты время поднять из пепла нашу отчизну все кто жив берите за молотки топоры и пилы засучите рукава ух ты засучите рукава и принимайтесь за работу построим наш дом всем народом сейчас я с вами поговорю только схожу вот сюда а то потом забуду я так понимаю барахлишка мне пригодится сейчас что у вас тут теперь еще прогоните черных с альтерсберга и война выиграна на эти моменты неплохо но с моим и рядом не стоит теперь еще прог и 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 а именно капрал ларкин придержал коня и сосредоточенно всматривается в лесную чащу ваше величество могу поклясться что я что то слышу вроде как шок но сейчас ничего тишина может мне просто показалось показалось мэва положила руку ему на плечо ни у кого нет зрения и слуха острее твоих если ты говоришь что что то услышал нужно это проверить капрал ларкин отдал честь а затем направился в лес бдительно осматриваясь по сторонам вдруг что то привлекло его внимание он спрыгнул с коня и отвел рукой листья папоротника открывая следы на сырой земле ваше величество крикнул он резко оборачиваясь в сторону тракта сейчас райла будет отрываться наверное из-за деревьев вылетела стрела и заставила гонца замолчать попав ему в горло поехали не будем там дослушивать в общем битва ни за что мэва выругалась себе под нос неужели ненависть к этой эли не призвала никаких не признавала никаких границ война уже была проиграна нильфгард который раньше поддерживал их в борьбе против королев севера отходил за юругу эльфы должны были знать что атака отряда королевы им ничего не даст кроме нескольких убитых тхойна сюжетная битва короткий бой красавчики эльфы такс если у нас ехут есть нам потребуется давайте так оставим пока что войнам говорила что это никогда не закончится опять я случайно не то что жага тела мне сказать но давно не слышали налетать подешевела ну ладно начнем вот с этого так этот нифигово будет долбить по нам надо чтобы от него избавляться срочно да вот вот а Субтитры сделал DimaTorzok Так, пока выглядит что-то неплохо Так, уничтожать будет поверженный Оно нам надо, оно нам не надо О-оу Не люблю вот эту опцию Ну ладно, вот так сделаем Покажем из чего мы сделаны Не надо было так делать Я упражнялся всю неделю, мне ничего не страшно Чем больше, тем проще попасть Так, от радостного спроса у меня нет пока вот, в чем проблема Ой-ой-ой Нинсон отработал почти впустую Сейчас посмотрим, кто здесь слаб Сейчас будет больно Король должен принимать трудное решение Так, шпион А вот так я смогу сделать? Смогу А можно было сразу даже не тратя заряды так сделать Ну да ладно Смотрите, а я могу ее даже выбрать сейчас Это интересно Крепись, любовь моя Поставить и убить Я не знаю, да куча просто что-нибудь поставим Мне кажется, можно было уже давным-давно спусовать И все нормально бы вышло Но хочу посмотреть Твои штучки тебя не спасут, хуйны Мы должны доверять друг другу Последняя карта, посмотрим, что там есть Ну, собственно, ничего такого Конечно Куда вам деваться Даже с моей колодой странной С каэтаэлей не было шансов в сражении с Мэвой Едва утихли звуки боя Королева отбросила в сторону утыканный стрелами щит И велела солдатам привезти к ней командира отряда Мэва ожидала увидеть очередного фанфарона Который будет задирать нос и обзывать ее Блёдет Хойне Но стоявший перед ней окровавленный эльф Вовсе не изображал гордеца Он прятал взгляд У него дрожали губы Ты молодо выглядишь, эльф Сколько тебе лет? Тридцать? Двадцать семь, госпожа Прекрасный возраст Обидно будет умирать Умоляю вас, Рена, сжальтесь Если не надо мной, то хотя бы... Сжалится? Да ты шутишь Вы приготовили ловушку Напали из чащи, как разбойники А теперь ты просишь пожалеть вас? Это была не ловушка Не делай из меня идиотку Я знаю, что я видела И не первый день воюю Мы не хотели с вами драться Зваэры А кто тогда убил Капрала Ларкина? Бабалаки? Мы увидели вас на тракте И спрятались в лесу Ждали, пока вы проедете Но ваш разведчик что-то услыхал Обнаружил наши следы Поймите У нас не было выбора Ну вот Сложное очень решение Значит, не было выбора Сидели бы тихо Я понимаю Но простить не могу Вы убили моих солдат Моих людей Они прошли со мной полконтинента И погибли накануне победы В кустах у дороги В битве ни за что И Райла сейчас С ножом Сразу такая Расскакивает И всех перерезала И я вот по лицу у нее И вижу, что она уже готова Я тоже потерял сегодня братьев и фестер Их смерть была не менее бессмысленной Ну, сами виноваты Что вы вообще тут делаете? Идете на подмогу Аэбдаги? На подмогу? Нет, Рена Мы бежим Когда они и Гарти поняли, что проиграли Они отреклись от нас А без их поддержки У нас нет никаких шансов Дима Вент отправляет за нами своих псов Они истребляют отряд за отряд Он дает 50 кусков золота За голову каждого с Каэдвени В Тимирии и Каэдвени все точно так же Да мы его разбогатели Вы хотели объединить свои силы с отрядом Дёрвит И вместе бежать как можно дальше отсюда Это наша последняя надежда Почему ты мне все это рассказываешь? Потому что вы слушаете И пока не велели меня убить Значит у вас все же есть секс Да я могу не велеть, а Райлов тиханет опять Эльфы часто говорят красивые слова Но их нужно судить по делам, госпожа Припомните, что видели в синявой пущей Умоляю Нас осталось немного Мы изранены, измучены Мы ничем вам не угрожаем Позвольте нам уйти с вашей семьи Не хочу я решать, конечно Не знаю, чем мне скажется этот выбор Вот если я их отпущу, есть вероятность, что Райлов психанет и их догонит Понятно, по-короче Этой землей распоряжаюсь не я И судить вас не мне А демовенду Скину-ка я эту ответственность для кого-нибудь другого Вы знаете, что нас ждет, если мы покоем пьяну Знаю Но не знаю, что будет, если я вас не забываю Может быть, вы мирно уйдете А может быть, кто-то снова наткнется на ваш след и погибнет Как капрал Ларкет Я не возьму на себя такой риск Так что Наша смерть, это меньше и зол Королева не отмечает Эльф покачал головой И сам протянул руки, чтобы его заковали Мэва отправила его с остальными скейтаэлями к демовенду Что с ними стало потом? Легко догадаться Что тут у меня появилось? Рапорт Так, со старшей речи у нас перевод Нильгард нас предал Выдар у морлигом наш позиции Раскрыл все убежище Мирный договор не будет гарантировать неприкосновенность Если мы сложим оружие, ты знаешь, что это значит Мы должны бежать Но тут, в общем, все ясно Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ничего ли я не пропускаю Здесь Господа Господа нильгардцы Времена, когда вы могли требовать, настаивать и ожидать Подошли к концу Мое вознаграждение не обсуждается Нисколько платить Ничем именно Потому как ваши флороны Уже сейчас стоят меньше Нежели цедористские гроши Даю вам время до завтра А после дорога в сторону границы Станет небезопасно Ибо с юга уже надвигается королева Мэва Так Интересно, это кто тут о чем договаривался С нильфами Город нас переживет Городам не страшно когда Смелость города берет Смелость строит города Какие интересные тексты Но почему они все на манер частушек Непонятно Прикол А все, репертуар закончился Больше нет песни Народ поднялся Чтобы отстроить свое отечество Так 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 А что тут Мне ничего интересного не предложат Все? Вот это все? Хм Так Картинка здесь интересная Лагерь короля Дима Венда Куда мы собственно и шлепали И сейчас Мы туда и зайдем Вместе мы вышвырнем черных за Юруб Да здравствует Айдир Да здравствует Ривия Да здравствует Хайрум То есть Лирия Вместе мы вышвырнем черных за Юруб Лирийский корпус приближался к Альдерсбергу Стоял прекрасный солнечный день Легкий ветер шелестел в тронах деревьев Но Мэва не обращала на это внимания Перед ней снова вставали картины первых три войны Стены освещенные зареву пожаров Крики беженцев Душливый запах полетно поднялся Лепость снова была в осаде Но на этот раз над лугами разбивались флаги Айдирна А на башне хренье изорванные нелькарские знамена Королева без труда отыскала палатку Дима Венда Она была соткана из шелка и расшита серебряной нитью Похоже в королевство вернулось изобилие Тихо проговорила Мэва Наконец-то Королева Мэва Спасительница Севера Укротительница Черных Я не терплю насмешек Да я бы не осмелился Это не мои слова Так тебя прославляют в песнях Сам мастер Лютик написала тебе баллад Битва за мост О, да-да-да Только, наверное Она была про ведьмака больше, чем про Мэву Ты, похоже, завидуешь Да если честно Так и есть Мне не хватило отваги Решительности Когда весь Север поджал хвосты Ты одна показала гогти Что ж Пусть это будет уроком На будущее Урок на будущее Что ты имел в виду? Ой, про сына не спросили Ай, моя дорогая Ты ведь знаешь, что эта война не положит конец крастреб с Нильгаром Мы подпишем договоры Черные вернутся за Яругу Но прежние границы так никого и не устроят Благодарю Меня полностью устроят И я бы желала, чтобы больше никто не переступал Эх, Мэву Ты гениальная воительница Но стратег из тебя никакой Потом мы на несколько шагов вперед Если мы дадим Нильгарду набраться сил Лет через 10-20 он снова нападет Нужно это предотвратить Собрать арку Затаиться И когда они меньше всего будут этого ожидать Перебить им хребет Подумай Если бы мы объединились сильно Довольно И слушать об этом не хочу Нет, потом Все будет вообще не так Потому что У него были личные мотивы И Я помогу тебе отбить Альдерсберг А потом вернуть к себе В конечном итоге они, скорее всего, эти личные мотивы Все и решили Я имею ввиду На город в любой момент Но Нильгард И его Омператора Но Мои разведчики сообщают Что с юга движется небольшой отряд Нильгард Скажет по бездорожью Под покровом ночи Кого-то сопровождают Кого? Не знаю Может чародея, который помешает захватить город Так или иначе, прежде чем мы ударим Нужно убедиться, что отряд этот Не доберется до Альдерсберга Я этим займу Точно? Ты только что приехала Наверняка Утомлена путешествия Не то слово Но я хочу как можно скорее покончить со всем этим Мэва бросилась в вагону За Нильгардцами В сопровождении Кавалин Ее разведчики Проведшие армию Через горы Махакама И болота Ангрена Не имели себе равных Они быстро отыскали следы врага Сюда, ваше величество Они недалеко Уже в тот же день Отряд Мэвы Нагнал нильгардцев Берийские садники окружили врагов Вынуждая их остановиться Стало тихо Настолько, что слышно было Как натягивают дитя Кто из вас знает всеобщую речь? Я, ваше величество Я вижу, ты знаешь, с кем имеешь дело А тебя как зовут? Колдвин, госпожа Наконец-то слышу нильгардское имя Которое я в состоянии выговорить Так вот, Колдвин Не сегодня-завтра война закончится Глупо было бы сейчас умереть, правда? Трудно не согласиться, ваше величество Вот именно Я пролила уже довольно крови Утолила эту жажду сполна Поэтому обещаю Что вы уйдете живыми Если не дадите мне повода вас убить А теперь говори Что ты везешь к генералу Айбдаги? Говори, кому говорят, говори Письмо Это должно быть действительно срочное сообщение Кто его написал? Госпожа Айбдаги? Нет, ваше величество Император Ну и ну Ты должно быть важная персона Раз возишь письма от самого Эмгура Но ты носишь простой мундир Я не вижу на нем никаких знаков отличия Кто же ты на самом деле такой? Холдвин Шпион Обычный посланник, ваше величество Не лги Я знаю, как ездят посланники Поодиночке без доспехов на резвом коне А тебя сопровождает тяжелая кавалерия Что-то тут нечисто Я развожу приказы, которых адресаты обычно не желают выполнять Поэтому я никогда не путешествую в одиночку Ммм, дай мне это письмо Я поклялся доставить его генералу Айбдаги Или погибнуть Тогда сделаем так Мой переводчик прочтет это письмо А затем тебе его отдаст Так ты не нарушишь клятку И может даже выживешь А если я не соглашусь? Догадайся Будь по-вашему Я принимаю ваши преды Переводчик сломал печать Прочел письмо? И глаза его стали похожи на Плюса Правда? Никакой ошибки? Что-нибудь вроде Сегодня твой счастливый день, Полдвин Я позволю тебе завершить твою миссию Но при одном условии Какому? Вручая письмо, передай генералу мой пламенный привет Полдвин направился в сторону Альбаса Берийцы смотрели на королеву в шоке Не в силах поверить, что она просто так отпустила Нильгардца С его письмом Мэва разразилась смехом И подумала Завтра они поймут Генерал А.Ф. Даги Начал вторжение в Ливию и Ливию С самонадеянных претензий к Мэве Нильгард смог позволить себе дерзость Он был уверен в быстрой и решительной победе Но уже через несколько месяцев Он получил ультиматум за подписью императора Эмгыра Варемрейса Содержание документа было кратким и предельно конкретным После смерти генерала А.Ф. Даги Нильгардская армия погрузилась в хаос Короли Севера объединили силы Воспользовались этим замешательством И нанесли удар, одержав решающую победу Солдаты славили своих правителей А в особенности Королев Мэва совершила невозможность Благодаря ее героизму, решительности и смехалке Вторжение Нильгарда закончилось разгромом Кроме его правила еще много лет Получается это все, конец Не новая голова, а завершение старой Так это право защитить эту северу, черных, что? Можно и так сказать Но дела А она потом нашла себе, а уже тогда, или как? Да умейся уже Мил человек всю ночь языком, чешка История и конец Давай пуш Все? Вот так? Не будет больше ничего? Жаль, жаль Или будет? А у тебя уж не будет горло пересет Ты только скажи еще, что с ними стало? С Рейнардом? С Гасконом? Ну в двух словах хотя бы Ну Гасконом это того, этого Ну будь по твой Начнем с Милема Он усердно работал над тем, чтобы снискать уважение матери Был готов выполнить любое поручение Пойти на любой риск Пыренек, которого нильфгарцы использовали как инструмент Стал грозой пограничья И достойным наследником мэвы Пропустили мы, значит Похороны Гаскона Оставили ему там собачку На памятнике Итак, 46 часов Задание Не нашли мы два сундука Призвано 27 отрядов 24 храма освящено Ну что Я ожидала, что будет еще немного чего-нибудь там Но Даже деньги мне потратить все не удалось Не знаю Вот так вот Продолжение следует... Он удалось